МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Жизнь одна. В горосполкоме обсудили вопросы охраны труда. Проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на упреждение производственного травматизма. О чем говорит статистика? Доза несчастья. В Беларуси перекрыт крупный наркоканал. Мечанин был задержан в тот момент, когда направлялся раскладывать очередную партию психотропа. Сколько изъято дурмана? Чтобы все были здоровы, в Бобруйске продолжается реализация профилактического проекта. Более 72% бобруйчан не курят. Что сделано? А также экономический прорыв, Северный шелк и новые рейсы. Белжида назначила более 130 дополнительных поездов. В каком направлении? Взаимный интерес. Президент встретился с главой Республики Калмыкия. Александр Лукашенко подчеркнул, наши народы всегда были близкими по духу, совместной истории и воспитанию. Между Минском и Элистой почти 2000 километров. Однако расстояние – не преграда для экономического сотрудничества. Товарооборот Белоруссии и российского региона по итогам прошлого года достиг практически 3 миллионов долларов. Для вашего региона у нас очень много продукции. От машиностроения до строительства, IT, фармацевтики, высокотехнологичного транспорта. В сегодняшних условиях по соотношению цена-качество это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома. Глава государства посоветовал Бату Хасикову обратить внимание на наработки Беларуси в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности. Тем более, в Калмыкии стартовала масштабная программа строительства. И у нас есть все для этой отрасли. Компетенции, техника, оборудование, материалы, а также опыт возведения различных объектов в регионах России. Обсудили также сферы образования, спорта, туризма, медицинских услуг и культурных обменов. За все рано или поздно приходится платить. В стране перекрыт крупный международный канал наркотрафика. Изъято почти 6 килограммов наркотика. В поле зрения оперативников попал 38-летний житель столицы, оптовый курьер и администратор магазина в Даркнете. Мужчину задержали с поличным. В квартире и в закладках по Минску обнаружено свыше 700 граммов амфетамина. После стали известны координаты тайника в России. Из него дилер планировал забрать свыше 4,5 килограммов дурмана для продажи в Беларуси. Еще один курьер 32-летним мячаням был задержан в тот момент, когда направлялся раскладывать очередную партию психотропа. При себе у него было обнаружено 300 граммов амфетамина. Позже в лесном массиве Минской области в момент раскладки психотропов оперативники задержали третьего курьера. В его закладках обнаружено свыше 120 граммов амфетамина, столько же мефедрона и 30 грамм гашиша. Возбуждено уголовное дело. В приоритете жизни и здоровья. В горосполкоме обсудили тему производственного травматизма и подвели итоги работы по охране труда за 2022-й. 45 человек пострадали, двое погибли. Несчастные случаи со смертельным исходом произошли не на территории Бобруйска, в Сербии при разгрузке лесовоза и в Могилеве, но с работниками предприятий, которые зарегистрированы в нашем городе. Об опасной обеспеченности Татьяна Горбач. Соблюдение норм охраны труда, ответственность руководителей предприятий и общественных инспекторов, исправность техники и обеспеченность средствами индивидуальной защиты. Основные тезисы заседания горосполкома. Темы не просто актуальны, а жизненно важны. В Бобруйске количество работников, травмированных на производстве в прошлом году, по сравнению с 2021, увеличилось с 36 до 45. Допущен рост производственного травматизма со смертельным исходом. Два случая. В 2021 году смертельных случаев зарегистрировано не было. С тяжелым исходом на 3, с 13 до 16, и с легким исходом на 4, с 23 до 27. Ежегодно на протяжении последних 4 лет происходят несчастные случаи на производстве в открытых акционерных обществах Белшина, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Фандок, Бобруйский завод КПД, коммунально-мунитарном предприятии ДЭП города Бобруйска и Республиканском унитарном производственном предприятии с правительственной колонией номер 2 города Бобруйска. В 60% случаях причинами производственного травматизма становились несоблюдение элементарных норм по охране труда и личная неосторожность сотрудников. В 13 виновниками оказывались сами работодатели. По итогам расследований к дисциплинарной ответственности привлечены 22 человека. Управлением по труду Бобруйского госполкома проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на упреждение производственного травматизма в организациях города. С этой целью управлением организуются разные семинары по охране труда с участием органов надзора, проводятся месячники безопасного труда, акции «Неделя нулевого травматизма» и другие. Для оказания руководителям консультативной помощи в области охраны труда в организациях активно работают мобильные группы. В прошлом году проведено 496 обследований объектов. Зафиксировано 2573 нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечены 86 человек. Общественные инспекторы есть, отделы по охране труда есть, все есть. Но что еще нужно? Если привлекать, я уже сказал, мы будем тогда приглашать на заседание ваше вышестоящее алкоголосство. Но если нас не понимаете, мы будем тогда выдать, что такое жизнь людей, который пришел человек на работу, и он должен идти с работы. Нормально, в семью, в детях, в жене. В Беларуси проводится планомерная работа, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда. В прошлом году, по сравнению с 2021, количество травмированных на производстве сократилось с 1886 до 1781. Число погибших без изменений – 132. Еще в конце 19 века на воротах заводов Генри Форда была надпись «Помни, что Бог создал человека без запасных частей». Однако за сто с лишним лет люди так и не усвоили суть и продолжают учиться на собственных ошибках. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Политическая партия, отечественная техника и расширенные полномочия. В стране ведется реестр пустующих домов. Как уточнить состояние и возраст строения? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране создана новая политическая партия «Белая Русь». Решение принято единогласно на учредительном съезде в Минске в основе программы построения сильного и процветающего государства для сплочения общества. Синергия молодости и опыта позволяет сформировать серьезный кадровый потенциал. Каждый желающий сможет реализовать свои инициативы, направленные на укрепление и поступательное развитие Беларуси. Беларусь расширила поставки автомобилей в Россию благодаря западным санкциям. Увеличен экспорт комбайнов, тракторов, легковой и грузовой техники. В 2022 рост промышленного производства в целом составил 8%. Достигнуты почти все параметры по чистой прибыли и рентабельности. Предприятия обеспечены работой. В январе-феврале этого года отгрузки выросли почти на 10%. Введено лицензирование экспорта белорусского льноволокна. Разовые разрешения на зарубежные поставки делает Март, но только после согласования с концерном «Белликпром». Таким образом, продукция поставляется в государства ЕС и третьи страны. Доля республики в производстве льна в СНГ – около 30%. На европейском континенте – 16% и почти 9% на мировом. В Беларуси действует единый реестр пустующих домов. Через него можно уточнить характеристику жилища, местоположение, состояние, возраст. А затем за небольшую плату или на аукционе приобрести недвижимость. У местных органов власти есть широкие полномочия по решению земельных вопросов. В частности, узаконить самовольно занятые участки и те, которые используются не по назначению. БелЖД назначила более 130 дополнительных поездов. С 14 апреля по 10 мая ожидается увеличение пассажиропотока в направлении Бреста, Гомена, Пинска, Калинковичей. На Радоницу будут курсировать составы и в международном сообщении в Санкт-Петербург и Москву. Более подробная информация о рейсах и времени отправление на сайте организации. В приложении «Бычье мой поезд» и по телефону 105. В здоровом ритме продолжается реализация инициативы «Бобруйск. Город для жизни». Программа действует в рамках государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки», который объединил национальную сеть почти 200 населенных пунктов во всех областях страны. Его суть в комплексном подходе к улучшению качества жизни. Это строительство спортивных комплексов, создание зеленых зон отдыха, производство натуральных продуктов и устранение причин и условий, вызывающих болезни. В рамках профилактического проекта «Бобруйск. Город для жизни» специалистами Центра гигиены и эпидемиологии было проведено широкомасштабное исследование поведенческих факторов риска горожан. Мы пришли к выводу, что более 72% бобруйчан не курят, употребляют спиртные напитки только по праздникам, чуть больше половины опрошенных и употребляют алкогольные напитки несколько раз в месяц, примерно одна четверть респондентов. В городе создана развитая инфраструктура для занятия физкультурой и активного отдыха. Из года в год бюджет сохраняет социальную направленность. Большая часть средств тратится на развитие образования и здравоохранения. В планах на этот год – открытие в Киселевичах детского сада на 240 мест, реконструкция хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи, строительство грибной базы и спортивно-оздоровительного комплекса. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!